В соответствии с законами РФ, категория граждан, относящихся к инвалидам первой группы, может рассчитывать на получение пенсии социальной или трудовой страховой Ч2СТ-9ФЗ от 28 декабря 2013 года. Номер 400 ФЗ. Виды пенсий для граждан, имеющих инвалидность первой группы. Виды пенсий для инвалидов первой группы в каком порядке осуществляется выплата величина пенсионных выплат звездочка социальная 1, данный вид пенсии могут получить только те граждане РФ, которые проживают в границах территории страны. 2. Социальная пенсия для граждан РФ, имеющих инвалидность, законом прописывается в конкретной величине, которая ежегодно корректируется на коэффициент инфляции, корректировка установленного размера социальной пенсии, как правило. Происходит в апреле. На него оказывает влияние размер прожиточного минимума, и группа по инвалидности гражданина страховая величина страховой пенсии складывается из фиксированной части и страховой. Закрепленная часть страховой пенсии ежегодно может изменяться. Страховая часть данной пенсии базируется на цене и количестве пенсионных баллов на момент начисления пенсии звездочка важна. Инвалиду первой группы по закону положено доплаток получаемой пенсии в случае, когда общая величина всех текущих выплат. Инвалиду пенсионеру меньше, чем размер прожиточного минимума. Государственная пенсия – это один из видов пенсионного обеспечения, которое может быть получено некоторыми категориями граждан РФ, имеющих инвалидность. Пример категории граждан, которым может быть начислена государственная пенсия – участники боевых действий, участники ликвидации последствий катастроф, участники сражений времен Великой Отечественной войны, участники полетов в космос, космонавты, бывшие военнослужащие, другие. Государственная пенсия в отношении каждой из указанных выше категорий граждан рассчитывается на особых условиях. Определяющий момент в получении государственной пенсии – это необходимость каждого желающего обосновать свое право на получение данной социальной выплаты. Например, если на получение государственной пенсии претендует участник сражений времен Великой Отечественной войны, то он должен предоставить документы, подтверждающие его статус как ветерана ВОВ и инвалидность. В подобной ситуации участник ликвидации аварий подтверждает документально, что стал нетрудоспособным в ходе выполнения своих обязанностей. Инвалиды первой группы, как правило, становятся получателями социальных пенсионных выплат. Признание у человека инвалидности первой группы обычно говорит о тяжелом заболевании, что существенно снижает его возможности в поиске работы. В каком порядке проводится расчет страховой пенсии при наличии у гражданина инвалидности? Для того, чтобы рассчитать размер страховой пенсии при наличии у гражданина инвалидности, используют формулу Ч2СТ9ФЗ от 28 декабря 2013 года. Номер 400ФЗ. Страховая пенсия равно для отдельно взятого гражданина сумм всех пенсионных баллов умножить на цена первого пенсионного балла плюс фиксированная выплата выше приведенная формула является универсальной, используется для расчета страховых. Пенсии для граждан различных групп инвалидности, независимо от продолжительности трудового стажа и места проживания гражданина. Как изменился размер страховой пенсии в 2020 году для инвалидов первой группы по сравнению с предыдущим годом? Для граждан, имеющих инвалидность первой группы, часть страховой пенсии, которую обозначают как фиксированную, в 2020 году увеличили на 7,05% по сравнению с 2018 годом и она стала равной 10,668 тысячных тысяч рублей 38 копеек. У каждого гражданина сугубо индивидуальное количество баллов, называемых пенсионными, стоимость каждого из которых составляет 81,49 рубля, при каких обстоятельствах не назначается страховая пенсия. Только в одном случае не назначается страховая пенсия, когда у гражданина нет ни единого дня трудоустройства. В случае отсутствия основания для начисления страховой пенсии, государство назначает нетрудоспособному гражданину социальную пенсию П-1СТ-11ФЗ от 15 декабря 2001 года. Номер 166. В каких случаях дополнительно к пенсии выплачивается доплата в виде социальной помощи федерального или регионального уровня? Если размер социальной или страховой пенсии у гражданина с инвалидностью первой группы окажется меньше, чем величина установленного в регионе его проживания прожиточного минимума, то ему начисляют социальную доплату с тем, чтобы в итоге он получал денежную сумму на уровне величины установленного регионального прожиточного минимума ФЗ от 17 июля 1999 года. Номер 178 ФЗ. Социальные услуги, предоставляемые государством-инвалидам, СТ. 6,1 ФЗ от 17 июля 1999 года. Номер 178 ФЗ. Возможность пользоваться без оплаты проездом в пригородных поездах. Бесплатный проезд в поездах междугороднего значения, поездка в город, где будет оказано лечение и обратно. Приобретение бесплатных лекарств, прописанных лечащих врачом по рецепту. Лечение по бесплатной путевке в санаторно-оздоровительном учреждении в соответствии с профилем заболевания гражданина, граждане с одного и группой инвалидности получают две путевки для инвалида и лица, которая будет его сопровождать. Предоставляемыми государством социальными услугами можно воспользоваться в виде денежных выплат. Для этого необходимо будет направить требуемое заявление в одно из учреждений, сотрудникам местного отделения пенсионного фонда, в МФЦ, либо воспользоваться для передачи заявления единым порталом государственных услуг через интернет. Размер ежемесячной выплаты после приема заявления от инвалида будет пересчитан, социальные услуги будут представлены в денежной форме. Льготы гражданам, имеющим первую группу инвалидности при оплате услуг по организации быта СТ-17ФЗ от 24 ноября 1995 года. Номер 181ФЗ. Граждане РФ, относящиеся к данной категории, имеют 50,0% компенсацию при оплате следующих видов услуг бытового характера электроэнергия, горячая и холодная вода, водоотведение, стоимость жилья, выплаты в счет фонда капитального. Ремонт дома. Льготы для граждан в сфере образования СТ-71ФЗ от 29 декабря 2012 года. Номер 273ФЗ. Граждане РФ, имеющие первую группу инвалидности, могут подавать документы для поступления в высшие специальные учебные учреждения вне конкурса в рамках установленной квоты, сдав успешно ЕГЭ. Другими словами, не поступить в высшие специальные учебные учреждения можно лишь в случае, когда большое количество желающих льготников по сравнению с установленным размером квоты на поступление. Студентами станут те из льготной категории, кто получит по результатам ЕГЭ лучшие результаты. Льготы для граждан с первой группой инвалидности в трудовой сфере ФЗ 24 ноября 1995 года. Номер 181ФЗ. Граждане с первой группой инвалидности при трудоустройстве работают по графику сокращенного рабочего времени, общее количество часов работы в неделю не должно превышать 35. При приеме на работу для граждан данной категории устанавливаются квоты. Рабочие места для инвалидов первой группы должны иметь специальное оснащение, чтобы гражданин, исходя из своих физических возможностей, мог успешно выполнять свои трудовые обязанности. Длина рабочего дня инвалидов первой группы устанавливается в соответствии с заключением медицинского эксперта, порядок выдачи которого определен отдельным нормативным актом, приказ Минздравсоцразвития от 2 мая 2012 года. Номер 441Н. Работодатель не имеет права заставлять гражданина с первой группой инвалидности работать сверхурочной или в ночное время. Виды налогов, на которые распространяются льготы для граждан РФ, имеющих инвалидность первой группы. НДФЛ. С дохода гражданина, имеющего первую группу инвалидности, взымается НДФЛ только по ставке 13,0%, при этом возникает право за каждый месяц получить вычет, размер которого составляет 500,0 рублей, согласно СТ 218 НКРФ. Данное положение закона означает, что ежемесячные заработные платы гражданина с данной категорией инвалидности будет вычитаться денежная сумма в размере 500,0 рубля, затем только с суммы оставшегося дохода будут начислены удержания. По ставке 13,0% НДФЛ. Налоговые льготы граждан-инвалидов по налогу на транспорт. Действующее положение НКРФ не предусматривают для инвалидов льготы на федеральном уровне, вместе с тем региональные власти правомочны самостоятельно установить льготы без ограничений. СТ 336 НКРФ. Освобождение от налога на имущество. Льгота по имущественному налогу для инвалидов первой группы составляет 100,0% СТ 407 НКРФ, другими словами, имущественный налог инвалиду 1 группы не надо будет платить. При этом следует помнить, что льготы действуют только для одного объекта определенного вида. Так, например, если инвалид первой группы является собственником вторых квартир, то льгота по неуплате налога на имущество будет действовать только для одной из двух. Льготы по земельному налогу. На федеральном уровне льготы по данному виду налоговых платежей не установлены, но вместе с тем муниципальное образование, налог местного характера, правомочно вести собственные льготы. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!